Дмитрий, что вы думаете насчет криптовалют, если можно не коротко? И да, что бы вы, Дмитрий, пожелали всем майнерам? Ну, я чувствую, что этот вопрос будет меня всю жизнь преследовать. Даже если я на него отвечу, все равно будет. Поэтому, ну, давайте скажу все-таки несколько слов. Майнинг – дело благородное, конечно. Если вы понимаете, что вы делаете, если вы отдаете себе отчет в том, какие у вас реально затраты на этот процесс идут, то, пожалуйста, занимайтесь этим. Но каждый для себя должен это решить сам. Проблема в том, что нужно с головой на плечах подходить к этому вопросу. Вот первая часть вашего вопроса. Что вы думаете насчет криптовалют? И вопрос о криптовалютах не так уж связан с майнингом. Криптовалюта – вещь вполне самостоятельная. Можно считать, что существует целый рынок, похожий на рынок ценных бумаг, или рынок валюты, на котором… Ну, то есть, это фактически биржа, на которой идут торги этими самыми криптовалютами. Причем таких бирж, естественно, очень-очень-очень много. Ну, и народ старается спекулировать на курсах и на прочем-прочем. Сами по себе криптовалюты – это, конечно, интересно. Самый натуральный киберпанк. С моей точки зрения, что вот нет большего проявления киберпанка за всю историю человечества, чем существование криптовалют. Наверное, многие заметили, что у меня на сайте 16defizbits.ru slash sanks, где я принимал донаты, появились три кошелька под биткоин, под эфириум и под лайткоин. То есть, в принципе, криптовалюты мне не чужды. Я, конечно, тоже на это внимательно смотрю. И вот, что я понял, исходя из своего опыта работы с этими валютами какое-то время. Очень многие люди бросаются на амбразуру. Они просто видят, что, о, биткоин растет очень сильно, надо срочно покупать, и я тогда стану супер богат, как стали супер богаты те, кто купил его в 2009 году. И вот теперь у них биткоины, купленные по доллару, превратились в каждый по 17 тысяч долларов. Понимаете, все на самом деле вообще не так просто. Если вы хотите купить биткоин, для этого вам нужно преодолеть довольно сложную процедуру. Предположим, вы его не майните, а именно покупаете, вкладываетесь в него. Вам нужно зарегистрироваться на бирже, нужно завести кошелек, нужно полностью себя идентифицировать. Это, да, не так уж анонимно, как всем кажется. Для того, чтобы нормально какие-то операции с коином совершать в процессе конвертации вашей реальной какой-то валюты, рублей или долларов в эти киберденьги, то вам нужна довольно серьезная идентификация. Вы довольно серьезно светитесь в этот момент. Но это не главное. Главное, что затем вы покупаете этот самый коин. Делается это биржевым способом. То есть, кто-то, какое-то частное лицо, ну там, или юридическое лицо, изъявляет желание продать. Вы изъявляете желание купить. Вы переводите деньги этому лицу под гарантии биржи. Причем такие, не стопроцентные далеко. А лицо затем передает вам те самые криптоденьги, которые вы получили, которые вы попросили. Курс при этом получается далеко не рыночный. Ну, то есть, как раз наоборот, это и есть нормальный рыночный курс. То есть, он не тот нарисованный курс, о котором постоянно там пишет лента.ру или кто-то еще. Если вы видите, что биткоин торгуется за 17 тысяч долларов, то продать свои биткоины вы можете в лучшем случае по курсу тысячи так 14, но может быть 15. Реально, очень большие потери получаются. А когда вы его покупаете, там одна только комиссия составляет, ну, довольно большие деньги. Редко какая биржа вообще согласится иметь с вами дело, если вы хотите купить биткоинов меньше, чем, скажем, на 20 тысяч рублей. А это примерно 0,015 биткоина. Не так уж много. Но, тем не менее, вы покупаете эти 0,015 биткоина, и в процессе транзакции, например, вывода из этой покупки биткоина на ваш личный кошелек, вы теряете как минимум 0,004. И получаете уже 0,011. Если вы захотите свои 0,015, вот эти биткоины, перевести в биржу, просто там подержать, дальше у вас какая-нибудь сделка не получается, и выводите все это дело назад, то вы потеряете, соответственно, 0,008 этого биткоина. Таким образом, вы потеряете вообще половину своих денег. Короче, вы вложите 20 тысяч рублей, заплатите кучу всяких комиссий, попробуете торгануть, и, допустим, у вас не получится. Вернете эти деньги обратно на свой кошелек. У вас останется, ну, долларов 140. Вот примерно так это работает. И очень многие этого не понимают. А это на самом деле не специфика биткоина. Это, в принципе, так работают электронные деньги, и не только деньги. Это очень важный момент. Нужно знать, какая площадка для вас самая дружелюбная, какой площадке вы доверяете, где низкие комиссии, где при этом достаточно справедливый курс, и так далее, и так далее. Это очень большая заморочка. И нужно иметь экономическое образование, чтобы вас не надули, чтобы вы сами себя не надули в первую очередь. Это очень важный момент. Биткоин – штука хитрая, и заработать на нем не так просто. Конечно, если вы в свое время намайнили себе 100 биткоинов, вы положили их на свой жесткий диск, прошло 10 лет, и, ну, 10 не прошло, 7, допустим, прошло, и тут вы вспомнили, что у вас есть там 100 биткоинов, и сейчас они стоят по 17 тысяч баксов каждый. Да, комиссии вы заплатите, дай бог каждому, там на машину хватит. Но, тем не менее, вы выведете из системы довольно много живых рублей на какую-то кредитную карту, например. И, конечно, это будут огромные деньги, и для вас просто не так страшно будет то, что вы при этом достаточно колоссальную саму по себе сумму потратите на эти процессы. Естественно, бывалые люди все знают, как это работает, как это нужно обходить, где самые низкие комиссии, как ее можно вообще не платить, как можно договариваться в частном порядке и так далее, и так далее. Но большинство людей, большинство процентов 95, которые пытаются ввязаться в процессы, связанные с криптовалютой, как правило, очень сильно сами себя обманывают и теряют гораздо больше денег, чем зарабатывают, даже если курс взлетает. Потому что что такое взлетает курс? Вот вы купили на 200 долларов, допустим, ну ладно, это плохой пример, давайте возьмем сумму поменьше. Допустим, вам каким-то чудом удалось купить биткоинов всего долларов на 50, и допустим, вы смогли еще лайткоина купить долларов на 50. Лайткоинов столько вам продадут, биткоинов нет, скорее всего нет. Затем происходит рост. Ну, допустим, он произошел за одну ночь. Вы с утра проснулись, биткоин стоил 14 тысяч долларов, стал стоить 17 тысяч долларов, а лайткоин стоил 200 долларов, стал стоить 300 долларов. Тут надо понимать, что биткоин вырос на самом деле не так уж сильно. В количестве, конечно, казалось бы, биткоин вырос на несколько тысяч баксов, а лайткоин всего на сотню. Так кто из них больше вырос? Считать процент нужно от роста курса, а затем этот процент проецировать на свои деньги. Если в случае с вложением в биткоины ваш рост прибыли составил, я сейчас в голове не посчитаю, но это сколько? Процентов даже не 10, то лайткоин при этом вырос на 50%. Отвяжитесь от курса вообще, считайте только процент роста. Вы туда и туда вложили одинаковое количество денег. Деньги, вложенные в биткоин, увеличились там на 5%, а деньги, вложенные в лайткоин, на 50%. То есть, лайткоин заработал для вас гораздо больше денег, при этом он вырос на существенно меньшую сумму. Это все банальные вещи, которые по-хорошему все и так понимают. Но поверьте, это понимают далеко не все. Это очень важный момент, в этом надо разбираться. Это то, что даже не касается майнинга, если вы просто пытаетесь на этом играть. Я считаю, что если вы не профессионал-экономист, если вы не брокер, если вы не маклер, все остальное, то вам лучше вообще в это дело не лезть. Поверьте, вы все сделаете не так. Но, однако, нет ничего плохого в том, чтобы держать некоторую сумму каких-то коинов, и лучше разных, и лучше побольше, что называется, на черный день. Ну вот, вдруг завтра биткоин вырастет до миллиона долларов. Вы будете кусать локти, что надо было покупать по 17 тысяч. Потому что так ведь всегда бывает. Самый лучший курс, при котором надо покупать, он вчера. Это вот все время так. Это и с ценными бумагами, так и с валютой, так с чем угодно. Поэтому тут надо быть очень внимательным и понимать, что вы делаете. Если вы немножко себе прикупите биткоинов, лайткоинов и просто их положите, и не будете каждый день трястись над тем, о, сколько я там за сегодня заработал, и надо бы эту прибыль срочно монетизировать, получить ее на карту и пропить, а просто забудете на несколько лет про то, что у вас есть этот НЗ, то вполне вероятно, что вы извлечете из этого выгоду. Но это такая штука. Азартным людям будет очень трудно спокойно относиться к тому, что у них такая волатильность курса. И вполне возможно, что они своими необдуманными, просто горячными, будем говорить, действиями, просто, да, точно так же лишат себя той прибыли, которую могли бы получить. Короче, биткоин, такая штука, она требует взрослости ума и холоднокровия. Я бы сказал так. И это касается не только электронной валюты. По майнингу. Ну что ж, если вы можете позволить себе несколько миллионов рублей вложить в ферму, которая будет приносить вам там 3-4 тысячи в день, и вы считаете, что за это время пузырь этот мыльный не лопнет, потому что коины, в общем, ничем не обеспечены, кроме доверия к ним, то дерзайте. Вот лично я так не могу. Лично я такую сумму потратить на достаточно негарантированную прибыль, пускай даже через там несколько лет, ну просто не готов. А многие готовы. Но если вы решите, что готовы вы, вы все-таки внимательно изучите эти вопросы, посмотрите всяких блогеров, которые достаточно часто выкладывают неплохое видео со всеми нюансами, как они бегают в ремонт со своими видеокартами, постоянно выходящими из строя, и так далее, и так далее. Такая вещь, которая, в общем, конечно, очень благородная. С точки зрения поклонников всей этой цифровой суеты, я, конечно, всячески приветствую наших героев современности, майнеров. Вы все молодцы, вы все правильно делаете, я отношусь к вам с огромным уважением. Те же, кто еще в этом вопросе новичок, еще только думает, садится на этот поезд или нет, я лично рекомендую не спешить и не дергаться, и, наверное, лучше не надо. Я всегда всем своим близким, знакомым говорю, не связывайтесь со всеми этими криптовалютами. Блокчейны это, типа, не для вас. И людям незнакомым я тем более не возьму на себя ответственности и не скажу, да, это классная идея, вы разбогатеете, давайте дерзайте. Никогда этого не скажу. Но, тем не менее, я не осуждаю, безусловно, не осуждаю тех, кто этим занимается. Более того, я восхищаюсь такими людьми. Вы молодцы. Свой небольшой НЗ из криптовалюты я сделал, он прям совсем небольшой, и он будет иметь хоть какое-то для меня значение, только если это вырастет до небес. Если же это просто завтра лопнет, сгорит, и я просто потеряю все свои накопления, то мне будет абсолютно не жаль, потому что они мизерные. Вот все, что я могу вам рассказать о своем опыте и о том, что я думаю по этому поводу. Я совершенно в этом вопросе не профессионал. И обращаться за советом по вопросам криптовалют нужно не к программистам, не к компьютерщикам. По этому вопросу нужно обращаться к экономистам, к людям, которые в принципе понимают, как работают биржи, как работает рынок ценных бумаг, потому что это, по сути, одно и то же. Ну, если вы просто майните, а потом эти деньги просто тратите на товары, уже продающиеся за биткоины, то вам проще всего. В вашем мире нет никаких комиссий, в вашем мире полная анонимность, в вашем мире вы сами себе злобный буратино и сами можете посчитать, стоит ли потраченное электричество на майнинг этого биткоина тех товаров, которые вы приобрели. Тут вам никто, кроме вас самих, такого совета не даст. Вот, собственно, и все. Всем остальным нужно понимать, зачем вы вообще это делаете, чего вы хотите достичь, какие реальные расходы вам предстоят, и готовы ли вы на них пойти, учитывая, что нет никаких гарантий, что завтра это все не обесценится в ноль. Помните об этом. На этом, наверное, моя мысль заканчивается. Вот, надеюсь, что достаточно некоротко ответил на ваш вопрос.